Здравствуйте! В эфире программа «Свои люди» и я ее автор-ведущий Антон Веселов. Это серия бесед с теми, кто разделяет общие интересы. Мир большой, нам нужно держаться как можно ближе друг к другу, особенно когда в гостях прекрасная девушка. Диана Скокова – певица, автор песен. В общем, длинный список уже послужной, несмотря на юность и красоту. А поговорить я хочу о роли, о возможностях, о движении артиста. В какой момент экономист осознает себя человеком творческим и начинает реализовывать собственные авторские или полуавторские проекты? Очень приятно. Очень приятно быть в этой студии. Спасибо, что меня пригласили. Я хотела бы рассказать о своем пути. И начну с простой истории, что после того, как я закончила гимназию номер 3 в Академгородке, у меня был, конечно… Это уже определенный статус – Академгородок, гимназия, все понятно. И наши все, в основном 80% выпускников, конечно же, поступают в НГУ. А мне хотелось переехать в центр города, открыть новые возможности для себя. А город я не хотела менять, мне хотелось оставаться. У меня здесь семья, и в общем, да, у нас прекрасные отношения. И я поняла, что хочется прямо вот где центр. И центр – это НГУ, там много встреч с бизнесменами, новые открытия. И мышление такое, не какой-то подначальником быть, а что-то свое. И, в общем, я подумала, что мне это будет очень интересно. И вот, получается, полтора года я училась очно, а потом перешла на заочный. И очень много было в неучебной деятельности. Есть с кого брать пример. Напомню, что в Нархозе учились наши крупнейшие банкиры, уровня Женова, например. И губернатор, он же Алпред, он же мэр города Новосибирска, тоже учился в этом ВУЗе. Как раз там мы и познакомились, и выше перечислили. И потом, в общем, я подумала о том, что все здорово, но у меня было всегда хобби – это петь, выступать. И зарабатывать деньги. И зарабатывать деньги, действительно. И сейчас, когда я занимаюсь музыкой, я понимаю прекрасно, хорошо, что у меня именно бизнес образования. Потому что я могу применить свои навыки и свое видение именно в сторону шоу-бизнеса. Я понимаю, что должно… Допустим, это артисты, мои коллеги, которые более такие научные, скажем так, с нотами. Они понимают, что нужно спеть красиво по грамотности. И немножко, допустим, я не говорю… Ну, условно, забывают момент шоу и контакты с зрителями. То есть нам необходимо в моей работе, допустим, если я выступаю два часа, необходимо менять образы, переодеваться, контактировать. Это опять же зависит от жанра, конечно. Ну да, безусловно. Я имею в виду, что экстрадная музыка – это то, чем я занимаюсь. Вот. И я вижу такие нюансы, которые, как вот смотрю со стороны потребителя, ну как, не потребителя в бизнесе, говорится. Соучастника этого действия. Именно. Человек, который… Аудитория. Да, нашей аудитории, зрителя. То есть я думаю о нем, как ему будет лучше нас видеть, о чем, что он хочет от меня слышать, какие песни. Я начинаю думать с бизнес-мышлением таким. Поэтому я тоже думаю, почему вот я не поступила в музыкальное какое-нибудь училище. Мне бы вот пригодилось бы сейчас. Сейчас столько возможностей, что можно открыть YouTube, можно спросить у коллег и учиться и грамотностью музыкальной, и вокалом тоже. И потом, в общем, у меня пришла идея записать песню своей подруге в студии звукозаписи. Я пришла… До этого никаких публичных выступлений не было. Прямо практически на нуле. Да, да. Старт такой. Ну, с точки зрения соприкосновения с музыкой с более серьезной стороны, да. То есть я начала… Я пришла в студию и поняла, что у меня ограниченное количество времени, дублей. Я подумала, почему я должна себя ограничивать, если я пойду сейчас научусь этому и куплю все необходимое, видим, оборудование, там, микрофона, стоек, колонок. И могу это все сама. Мне было не страшно этому обучиться, потому что в этом деле очень мало женщин. Как правило, это вот парни, которые айтишники, связаны с программами. Мне было вообще не страшно. Мне главное записать голос и вот практиковаться. И еще я вижу в себе особенность, что люди в основном, которые ко мне приходят на записи, они не любят свой голос. А у меня так получается, что я даже когда не умела петь или пела не так хорошо, как сейчас, мне казалось, что я просто супер это делаю. Это уже вторая профессия, где без базовых знаний Диана совершает некий рывок. А потом, конечно, я анализирую свои выступления и, разумеется, и внешне, и всякое. И поняла, что есть, конечно, место совершенства, или нет предела совершенства. Я начала, конечно, себя уже более адекватно оценивать. Но всегда было желание петь. Вот неограниченно я сидела, разбиралась. В этом, конечно, было тяжело сначала. А сейчас я могу, вот у меня есть несколько профессий, я могу записать людей. То есть это песни на праздники. То есть я работаю с бизнесом, сочиняю также песни, стихи пишу. И все сложилось так, что все направления были связаны с музыкой. Сейчас это работа в заведениях Новосибирска. Технологии, каверы, авторская песня. Да. И, конечно же, сейчас есть все условия, чтобы выпускать свои песни. Я пишу тексты и мелодию. Сейчас я работаю в команде с Евгением Космарцевым. Это композитор, тоже аранжировщик, который все это видит. И мы как-то сложились так музыкально. Мне очень нравятся его работы. До этого я тоже работала в команде. И сейчас понимание, что авторское творчество, конечно, это работа в долгую. Ты не знаешь, когда он там точно выстрелит момент, когда вот все. Но это все параллельно. И сейчас вот у меня скоро выходит песня, и зрители, слушатели услышат ее на радио скоро. И этому очень рады будет. Ну, в общем, и очень есть разный способ. Сразу заниматься авторским или перейти через каверы. И вопрос-то непростой, потому что аудитория, особенно аудитория, когда она собирается в каком-то увеселительном заведении, как правило, ждет все-таки узнаваемого материала для того, чтобы душу вложить в подпевки. А когда слышат незнакомую песню, затихает и там уходит в напитки, в разговоры, может вообще отключиться от звезды, выступающей на сцене. Именно в заведениях и в таком формате людям нужен, конечно, узнаваемый репертуар. Поэтому я бы разделила, то есть это авторское творчество. Ты должен быть интересным в социальных пространствах, в социальных сетях. Ты должен показывать свою жизнь, ну, как артист. И да, через каверы, но люди видят, как ты исполняешь. Близко это, не близко. Потом ты говоришь, вот у меня вышла песня послушать. Это часть меня. Да. У меня сольный концерт в прошлом году был, осенью этого года тоже будет второй. И когда ты постоянно что-то делаешь, люди следят, наблюдают за тобой, и они уже автоматически тебя признают, как уже авторы-исполнители. Им интересно, что ты написал. И они приходят к тебе на концерт. Поэтому, да, вот. И с программы такой же вопрос. Конечно, песни, посвященные любви, те, которые в ротации находятся, они всегда пользуются популярностью. Но иногда хочется и выходить из вот этого довольно узкого коридора, в том числе и в сольном творчестве. О чем песни, которые не попадают в вот эту узкую магистраль? Я написала песню про наше счастье, когда у нас началось время. И я ее написала с таким сердечным посланием, вот это, что было на душе. И более того, что понятно, что у нас есть две точки зрения, и люди сейчас разделились действительно. А песня, она включает в себя такой смысл, что как бы ни происходило, кто на какой стороне бы ни был, что если у нас не будет завтра счастья нашего, то у нас не вспомнят, про нас забудут. И смысл такой, что нужно сохранить вот этот мир, сердечности человечества внутри каждого, чтобы было счастье. И очень сложный период. Я думаю, ну вот он у меня вот так проявился. Поэтому, конечно, вот очень тут такая тонкая тема, но я ее тоже чувствую. И такая песня тоже есть, и она вот тоже скоро появится. Аудитория требует песен, которые ты не знаешь. Вот хочется им. Может быть, тебе тоже хочется, но слова не знаешь, не помнишь. В общем, не знаешь, как сориентироваться. Бывает же такое? Я долгое время не пела какие-то песни с жанра шансона, допустим. Вот Ваинга для меня там есть некоторые песни в кавер-программе, которые с моим образом слабо связаны. У меня там все как-то более мило. А здесь, мама, я там стою, значит, одна. Пожжёще. Да, пожжёще. И мне приходится просто включать артистизм и перерабатывать себя, трансформироваться в этот образ. И это очень интересно. Ты узнаешь себя с новой стороны, и ты понимаешь, что вот этот образ я уже к себе применил. И вот, допустим, у меня есть одна очень нелюбимая песня. «Музыка нас связала». Ну, правда, я ее не люблю. А потом раз, ну, люди любят, они танцуют, они хотят веселиться. Сколько уж десятилетий. Это поколение. Три как минимум. Да, мне кажется, зашито уже настолько глубоко, что люди просто вот слышат и сразу вот. И я понимаю, что, ну, я здесь всё, я удовлетворяю вот этот, скажем так, желание. И мне она понравилась на пятый раз. Я уже думаю, всё, я уже по-своему ее пою, и вот, думаю, это я в ней. Так что, да, есть это такое. Возрастной ценз. Можно сказать, что аудитория, которая на Диану приходит, это определенные люди, там, например, до 45 или там до 30, не знаю. Но все-таки интересы у нас разные очень. Ну, это точно люди где-то 35, я думаю, и выше. То есть, это возрастная аудитория, это люди уже семейные. А молодежь? Ну, меньше. Отсекаем. Вообще меньше. Подростки. Знаете, вот детки маленькие, которые, вот, допустим, у меня вышла песня «Не идеальная», и я вижу прям некоторые малышки, которые просто на репите, они уже своих родителей замучили, там постоянно слушают. И какая-то семейная всё-таки у меня аудитория. А вот подростки лет 18, 20, 22, вот этот вот сегмент вообще не мой. Ну, потому что я не в трендах немножко. Мне 25 лет самой, и у меня нет этих вот волос розовых. Я какая-то, ну, академ, городок за спиной. Я такая вся консервативная в этом плане. И мне приходится, то есть, я никогда не буду там материться, ругаться матом, или что-то пропагандировать какие-то... Отклонения. Я, конечно, живой человек. Я могу это делать в своей личной жизни, но на публику никогда. Да, и у меня образ такой довольно-таки... Ну, как я образ, я так живу. И поэтому, конечно, меня воспринимают люди. Кстати, я заметила, что успешные люди, которые уже чего-то достигли. Я вижу, что они... То есть, ну, вот просто был пример. Я работаю в заведении, и у владельца ехот-клуба, допустим, был день рождения. И вот из всего списка артистов я не хвастаюсь. Я просто говорю, что есть такое преимущество. Выбрали меня на вечер, что знают, что я смогу, то есть, как-то себя вот так проявить, что они будут довольны. И это был действительно шикарный вечер, все были в восторге. И я понимаю, что какой бы человек там социального статуса не был передо мной, то есть, я могу найти общий язык, и нет такого, что у божьего да он, что правда это есть. И как-то все получается. Какие песни всегда выстреливают? Ну, одну я уже понял. Музыка нас связала. Не помню, кто это исполнял. Может быть, даже не знал никогда. Ну, песню эту знаю. Какие еще там пятерка, не знаю, самых популярных песен всего нашего времени? I will survive, которая Глория Гейнер, потом можно назвать. Мама, я танцую, босая. Это группа «Две Маши», это очень популярно. Я то, что надо, браво, тоже, как медляк, что такой снег Киркорова очень любит. Половину песен я знаю, в общем, смог бы подпеть. Ну да, что-то такое, очень легкое. Ну, возможно, я не все перечислила, но вечные хиты. Как обновление этого репертуара происходит? Нужно идти к аудитории и спрашивать ребят, может быть, я какую-то песню не предложила вам, а хотелось бы? В основном формат, если это каких-то частных мероприятий, корпоративов, то мы обсуждаем вообще аудиторию, кто будет присутствовать. И там не то, что прям по буквенной песня какая, а просто я понимаю формат, и уже примерно ясно, какой будет репертуар. Но я вот не люблю, допустим, вот есть, я знаю коллеги, допустим, например, вот они работают с одним и тем же репертуаром долгое время. И не знаю, то ли у меня вдохновение пока есть, то ли я как-то смотрю на это очень сейчас вдохновенно. Мне очень хочется всегда менять и какие-то новые... Развития. Да, песни. Поэтому я не останавливаюсь. Я прекрасно понимаю, что кавер-история для меня сейчас нужна, как себя проявить вот с точки зрения вот... Исполнителя. Да, исполнителя, посмотреть, как люди меня воспринимают, да, что вот научиться тонкостям. Есть разные ситуации, когда есть какие-то спорные моменты, там кому-то вообще вот человек, допустим, извините, перебрался с алкогольными напитками, и он сидит, и он один вот негодует, а всем остальным нравится. И не со мной, к слову Богу, случилось такое, а ведущий просто работал, и его отвлек вот такой вот человек, да, и сказал, что а вы вообще вот не забыли про праздник, который у нас здесь, почему вы это не... Ну, то есть начинают какие-то претензии, и вот очень классно профессионал работает, вообще не обрешает на этом. А мы про любовь и дальше там, ну, допустим, либо про какой-то. И это вот, ты вот так вот смотришь, это же настолько пригодится дальше и в сольном творчестве. И я просто вот знаю, что я сейчас мышцу накачаю в таких вот исполнительском искусстве, пойму, что вообще людям надо. И под это я уже понимаю, как выстраивать свое авторское творчество, какие песни. Там танцы... У меня раньше были все медляки, там, я люблю вот этот вот такой вот... музыку, которая обволакивающая такая. Сейчас я понимаю, что людям надо позитива больше, там, чтобы они танцевали, чтобы они... Ну, в общем, уже это все... Этот полезный опыт все-таки. Ну, пока сольное творчество – это такая самореализация, это не коммерческий путь. Продать же свои пластинки невозможно сейчас. Очень возможно. Очень, да. Сейчас ты выкладываешь на... Ну, чуть-чуть, пару лет было вообще назад все хорошо, а сейчас... Сейчас потихоньку. Да. Сейчас есть площадки, когда ты выкладываешь свои треки, их прослушивают, и как раз артисты вот в данный момент начинают как раз на этом зарабатывать очень хорошие деньги. Поэтому сейчас столько возможностей действительно, и сейчас нет такого, что вот тебя никто не слушает. Как раз вот радиоформат помогает людям вот с этим, да, чтобы их слушали. Мне кажется, у нас в городе не так много эстрадных исполнителей, которые записывают свою авторскую музыку. Это правда. Удивительно, почему? Ведь очень многие работают с каверами, в том числе и хорошо образованные, хорошо звучащие, такие продвинутые ребята, но диски свои не записывают. Почему? Ну, я вот нахожусь сейчас, можно сказать, в начале своего творческого пути, и если пройдет еще там 15 лет, и я буду видеть, что результат немного меня не удовлетворяет, возможно... 15 лет? Ну, например, да, там как вот есть у нас группы, которые вот в каверах уже работают, и явно, что они свое уже не делают. И, возможно, у них был такой настрой в начале пути, и они попробовали, а этим прям надо заниматься, это нужно продвигать, это нужно себя, ну, прям, это часть работы. А в чем сложность? Когда кавер программы, ты заработал деньги здесь и сейчас, это тебя вот кормят здесь и сейчас, ты вот семье приносишь... Легко, понятно. Да, и все понятно, все прям вот алгоритм есть конкретно, чтобы у тебя получилось. А здесь авторская, ты должен быть настолько уверен, в чем ты силен, что ты вообще в массы там продвигаешь. Это прям огромный спектр работы, это клипы, это деньги. Честно говоря, это просто очень дорого стоит. Поэтому если, допустим, я владею студией звукозаписи, у меня в команде работает композитор, это правда большие деньги, там кто-то за аранжировку и 50 тысяч платит. То есть для начинающего это просто вот музыка, надо еще клип снять, нужно еще продвинуть. Это просто, правда, дорогое удовольствие, поэтому люди работают на каверах, потом достигают и что-то копят. И просто это нужно вот систематически. Сейчас интернет помогает, ты можешь там и донаты, вот система донатов. Допустим, люди любят твое творчество, пусть их будет немного. Как он краундфандинг, да? Вот я помню такие из площадки, которые... Я хочу вот новый альбом, допустим, или клип снять. Люди, которые тебя любят, могут как-то вот помочь тебе в этом, ничего страшного в этом нет. Задонатить. Задонатить, да. Поэтому есть возможности много. И я просто думаю, что нужно в какой-то момент не перегореть. Нужно вот идти и не думать, что ладно, ладно, все, я вот сейчас работаю на каверах. Нужно... Вот если ты хочешь что-то... Вот мне очень нравится Сергей Фалетенок. Вот это наша вообще... Академия. Да, звездочка наша. И, к сожалению, я не была с ним знакома уже посмертно. И... Ну, он такое вот достояние после себя оставил. Это же так здорово. И он... Я помню, что какое-то время небольшое пел кавер, а потом вот в своем творчестве. И это же действительно так важно. Если человек обладает вот такой миссией, хочет что-то оставить после себя, я думаю, что его ничего не сломит. Но главное не превращать музыку и творчество просто в коммерцию определенно. Хочется вот что-то свое оставить. Мне вот третий путь очень, мне кажется, интересным. Продвижение через каверы, это понятно. Собственное творчество. Все мы когда-то записывали какие-то свои пластинки или там свои песни и пели для души. Это все понятно тоже для самореализации, для красоты, для внутреннего развития. А вот студия звукозаписи и какие-то подарочные песни, ну, прям как во времена Эллиса Пресли, это, в общем, любопытная тема. И я знаю многих музыкантов, которые пробовали этим заниматься, но в основном это были рокеры. Но из-за того, что они очень требовательно к себе относились и к материалу, и не готовы были идти ни на какие компромиссы, к сожалению, большинство из этих звукозаписывающих компаний, которые делали вот эти подарочные песни, они закрылись очень быстро. Потому что они давили на своих заказчиков своими вкусами, своей сложной музыкой, там, джазовой или рок-музыкой. И, в общем, не находили возможности дальше двигаться в этом направлении. Но, конечно, этот рынок большой. И желающих подарить песню, там, создать песню, поучаствовать в ее исполнении огромное количество. Но ведь это действительно жесткий такой, иногда уничижающий диктат заказчика. Как вот с этим тоже обходиться? Диктат иметь в виду, что хотят именно так слушать? Хочу так или и все. Вот хочу, буду тут материться, не знаю. Тут буду еще что-нибудь. Ну, не знаю. Я не знаю, что хотят заказчика. Да-да-да, я поняла. Это жесткие ребята обычно. Я деньги плачу. Ну, у меня, допустим, вот артисты, они действительно, возможно, в основном так себя ведут. А человек, который вот работает на обычной работе, например, или свой бизнес какой-то, и он такой, я вот маме хочу в этом году записать песню, потому что я вот так чувствую. То есть у меня... Прям такие трогательные есть ребята. Это правда. И причем ребята приезжают на очень там дорогих машинах. Я вижу, что люди, которые заинтересованы таким подарком, у них уже все в жизни есть. Они уже не знают, что там подарить. То есть такое, они уже хотят что-то нематериальное. И они приходят. В чем мое, вот я вижу преимущество в том, что, как правило, на студии звукозаписях мужчины, действительно, парни молодые, они, как правило, не ищут тонкий подход к клиенту. С ними, ну, как вот приходишь, ну, давай, там, три дубля и поехали. Это в основном. Суровые, немного высокомерные. Ну, чуть-чуть, да. А у меня такой женский подход. Я могу вот... То есть у меня никогда не ограничено по времени. Ты приходишь, мы прямо до результата с тобой все записываем, с клиентом, с заказчиком. И он чувствует себя настолько в безопасности. Я ему помогаю. То есть нет такого, ты что там петь не умеешь, давай, у тебя время тикает. Такого нет. Ты ведь не умеют обычно? Не умеют. Я говорю, что ничего страшного, мы подтянем нотки. То есть настолько они себя чувствуют. Вот они пришли, вот, может быть, они в бизнесе просто вот мега, ну, конечно, крутые там начальники. Они приходят как дети, они беспомощны, они не знают. Они первый раз стоят около микрофона, и что делать? Я их тут вот как профессионал уже подсказываю, помогаю. Поэтому в основном это очень трогательная история. Это, как правило, кто-то на свадьбу делает подарок, кто-то просто в день рождения. Со своими песнями приходят или просят додумать материал? Либо просят придумать текст, написать, либо просто переделывают сами под какую-то известную музыку. То есть, ну, это, как правило, очень романтичное времяпрепровождение. Кто-то хочет подарок молодому человеку сделать. Ну, в основном. А сейчас я уже работаю и с бизнес-компаниями. Они просто говорят, Диан, привет, запиши, пожалуйста, мне вот на песню Аллу Пугачеву «Айсберг». Мы переделали текст, нужен твой голос, и вот мы вставим в корпоративное видео, допустим. Мы вообще не встречаемся в жизни, я просто все отправляю, и они довольны. Есть и такой формат. А вот была Спартакиада, они тоже попросили записать мне моим вокалом песню. И я еще с ребятами, вот с одной из команд, у которых там очень много регионов задействовано, я вышла на сцену как музыкальный наставник, им помогла. То есть, есть такие услуги. Сейчас я очень рада тому факту, что, видимо, я вообще активно выступаю года полтора максимум. Был разный опыт, и сейчас я вижу, что меня приглашают в жюри, то есть, в Ранхиксе недавно был конкурс студентов. Сейчас я иду в... То есть, это очень здорово, что ты полтора года работаешь активно, и к тебе начинают прислушиваться. Тебя видят уже... Хорошо быть молодым. Как эксперт. Что ты скажешь? Ну да. Какой поток приходит за записью своих песен? Не то, чтобы там переиначить Аллу Пугачеву. Это больше похоже на КВН. А вот исполнить свою какую-то прям выношенную. Вот, как правило, люди, которые хотят свою песню, они так же, как я, купили в свое время микрофон. Они сами этим занимаются. Да, это в основном. Либо друг. Я пишу, вот играю на гитаре, а вот у него друг, допустим, этим занимается. То есть, это такие творческие люди, которые вот... Нет такого, что, ой, я записал песню. Вот кто именно прям выкладывает, кто стремится быть артистом, у них уже все свое. Ну, есть такие, которые... Я там написал что-то, но, как правило, это вот мне девочки приходили. Я написала песню, все, хит-хит. Я знаю, что такое хит-хит. Это когда ты очень много всего сделал, чтобы она хоть где-то была прослушана. То есть, это не так просто, что я написала гениально. Плюс реклама. Поэтому я такая думаю, ну, я же не буду комментировать эту наивность некоторую. Что, ну, зачем? Человек верит в это. Мы записали. Я говорю, ну, как твоя песенка? Ну, что-то, не знаю, как-то не пошло. Я такая, ну, подожди еще, может быть. Дело в продвижении. Раньше было все понятно. Нужно попасть в ротацию или хотя бы на какое-то радио. И потихонечку, потихонечку подхватит. Сейчас это работает? Сейчас очень сложно. Сейчас, честно, связи только. Если кто-то у тебя где-то работает, и ты подготовил правильный материал, который соответствует формату, то тогда да. Но сейчас очень трудно. На радио очень трудно попасть, честно. На радио все так же внимательно слушают и делают свой выбор. Ну, да. Если, допустим, мы говорим про наши, не интернет, а какие-нибудь радио. Называть мы их не будем. Ну, да, 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 да. Просто, допустим, да, это в машине слушают по жанру, конечно, это до сих пор. Но почему-то вот сейчас на радио очень трудно пробиться. Зазнались совсем. Ну, твои песни же звучат, правильно? Знаете, какой там алгоритм? Если вдруг у тебя песня вот где-нибудь стрельнет, допустим, в социальных стихах, они подловят, и методом уже сарафанного такого радио, вот если одно радио взяло… У соседа есть, и у нас будет. Да, 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 и у нас будет. А там вот, типа, вы станете сначала известным, популярным, потом мы рассмотрим вашу кандидатуру. Ну, все это требуют, это же… Это правда, да. Главная проблема молодежи в том, что даже если есть нужная квалификация где-то в глубине души, но тебе не дают возможности проявить эту квалификацию. Так же и в отношении творческой личности. От тебя хотят и профессионализма, и опыта, и всего остального, но пока ты будешь выступать на аудитории, он у тебя не появится. Здесь нужно обладать не только… Вот, допустим, люди творческие, они ранимые, они вот что-то… Вот им кто-то отказал, и они такие, ну, наверное, я не очень талантливый. А я как раз с бизнес-своим мышлением так думаю, вот есть конверсия, 100 звонков, там, 10 только согласий, и вот там 90 отказов. То есть это просто механизм. Это нормально. Это нормально. И люди, которые думают, что вот если кто-то им сказал нет, и значит вот все, нет, ну, конечно, нет. Карьере в крест. Конечно, нет. И они почему-то перестают пробовать. А надо вот… Вот даже вот нашу с тобой историю взять. Мы с тобой просто вот первый раз видимся, лично мы с тобой подписаны друг на друга в ВКонтакте. Я там не постеснялась однажды тебе написать, там, что-то прокомментировать, да. С другой стороны, ты для меня очень там весомый, солидный человек, как я там могу там… Не знаю, кто я в городе, да. Это просто нужно немножко рисковать. Ну, надо быть открытым. И я думаю, что нас отлично… Действовать. Ну, да. То есть и просто нужно немножко веру в себя иметь, что ты вот можешь быть интересен таким людям. Однажды придешь и действительно… Ну, да. И как еще Глеб Архангельский говорил, и многие другие, кто занимается управлением личного времени, нужно поставить очень четкую цель на ближайшие там 3-5, а может быть 10-15 лет. Вот если говорить о твоей истории, у тебя какие сверхзадачи, сверхцели? Можно ли их вообще озвучивать? Да, я очень хочу продвинуться в авторском творчестве, чтобы мне было больше единомышленников, чтобы моя музыка действительно была полезной и востребована тем, кто ощущает так же, как я. А как это измеряется? Миллионами, не знаю, продаж, миллионами доходов, миллионами лайков? Ну, наверное, да. Все-таки цифрами в аудиториях есть понимание… Нет, именно вот цифрами подписчиков. Деньги, ты настолько… Вот наша деятельность настолько непредсказуема, ты можешь понравиться. Вообще был случай, я прихожу работать в заведении, и вот просто огромный такой большой зал, два столика, а я максимально всегда работаю, то есть даже если нет людей, я иду переодеваться, потому что даже если один человек в зале, ты должен на 100% работать, потому что ты не знаешь вообще, кто это, кого ты встретишь, и вообще ты сам не должен плашать, так скажем так, как ты должен быть всегда в… И оказывается просто, что это там один из представителей власти у нас был. Я такая, здравствуйте, приятно познакомиться. А просто семья обычная, ты не можешь даже предположить, что это какой-то… То есть, знаете, как в «Легенде 17» фильмы, очень любимый мой, неважных матчей не бывает, поэтому всегда нужно быть максимально подготовленным. Я всегда вспоминаю, на этом месте был Михаил Ванеев, наш фотограф, который в том числе выпустил толстенную книгу о группе «Назарет». И я его спрашивал, в чем отличие визуально, не знаю, по жизни, в чем отличие настоящей звезды. Я говорю, что звезда, он всегда ощущает себя на сцене, даже если он не на сцене. Он поэтому всегда готов к вниманию, он готов ответить на все вопросы, готов проявить какое-то свое отношение к тому или иному делу. И все это у него выстроено, продумано, и выглядит интересно, увлекательно. Если ты в стоптанных ботинках и каких-то затрапезных вещах выходишь на сцену, наверное, к тебе и будут относиться как к паденщику, в общем, к человеку, который не очень серьезно сам себя презентует. Ну, а если вот конкретно, я понял, что, конечно, успех, он вне временной. В финале хочу пожелать вот что-нибудь про ближайшие пять лет. Выход классного альбома на разных носителях, на пластинке, например, на виниле. Я бы очень хотела поучаствовать в программах нашего уже телевидения, допустим, федерального. Я вижу, что мои коллеги уже там участвуют, и я думаю, так, подожди, чем я хуже, господи. Мне хотелось бы подружиться с нашим городом более плотно. Я вижу тоже, опять-таки, вот этот, я знаю, человек, это мы с ним работали. Почему, типа, ну вот я хочу сюда немножко тоже принять участие в городских мероприятиях, выступить на дне города. У меня в прошлом году была такая возможность, но я была вот тоже вот сомневалась, думаю, ну, у меня там песен мало, и я вот реально не пошла. Не рискнула. Да, ну так больше я не буду делать, я уже... Теперь я готова. Теперь я готова, да. И мне хотелось, конечно, вот мы, допустим, съездили в Томск, я вижу, что люди воспринимают, о, вы с Новосибирска, как классно вы поете. То есть я бы хотела, первое, это попробовать себя на федеральном каналах, уровне Москвы и прочее, своим творчеством проявить себя. Второе, это с городом познакомиться с такой точки зрения. Третье, это хотелось бы уже по городам поехать и показать себя со своей программой. Да будет так. Да, да. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях Диана Скокова, певица, автор песен, звукорежиссер, владелец своей студии. Меня зовут Антон Веселов, это программа «Свои люди». Мы обязательно еще увидимся.